И всем привет, дорогие подписчики канала Амбра Ватэйч Инкорпорейтед, Вескер с вами на связи. Ну а мы продолжаем прохождение Лары Кроф 57 и 41% прохождение за. У нас демократия прохождения, а скоро будет абсолютная демократия соточка. Ну, через пару эпизодов. Постепенно так приходит диктаторский режим внутри Амбра Ватэхнологиз в отношении Лары. Ну почти. Чуточку там немножко не достает. Так, чаючек налить. Так, он пока заваривается. Тогда воспользуемся резервом чая. Ты тут сам пока жирный? Ничего бы нет. Сейчас заварю. У меня как раз есть чай в пакетиках. Хороший такой. Малиновый. Кстати, я почитал по поводу Алёрцев. Оказывается, они не дают возможность донатить, когда нет стрима. Я этого не знал. Я узнал об этом вот буквально только сегодня, когда занимался домашней бухгалтерией. Ну, знаете, раз там, в недельку раз весь я обычно делаю учет. Но в последнее время я этого не делал. Это сколько был весь на нервах из-за отсутствия работы. Да и сейчас, конечно, на нервах. Не стану троцать этого факта. Но соль в том, что... Сразу возился на пол за 10 всю дачу бы... Если бы я так долго тянул, мне пришлось заносить за несколько месяцев. Пискать все чеки. А пока у меня все на руках. Лучше сразу все за 10. Чтобы ничего потом не забыть, не поискать. Хотя даже вот так вот я обнаружил, что у меня была какая-то недосдача. 94 рубля и 35 копеек. Ну, это ладно. Это где-то там, где-то потерялся. Может какая-то... Ну, это чисто в наличке. Это в наличке то, что у меня было. А то, что касается именно банковских переводов, там все чисто, все... Думаю, что тебя очень радует. Вот не зря эта программа пользуется. Так. У меня опять-то у него не ту сторону, да? Ну, в общем, в чем соль? Оказывается, на Allerts'е нельзя делать донаты, когда стример не стримит. Ну, то есть он сам не дает. Нет, может быть, он и даст это сделать, а тогда это будет проблема у стримера уже. Я-то думал, может быть, кто-то, может, не успевает, могут сделать, потом я на стриме это покажу. Но нет, так нельзя. Так нельзя, поскольку они боятся, видимо, отмывания денег. Отчасти у этого есть резон, потому что в свое время, когда еще я работал, и я выправил казахскую карту, я решил ее проверить, когда я работаю. Технически донейшн может быть хорошей лазейкой для инвесторов. Ну, мог бы быть. К примеру, вы задонатились самому себе с какой-нибудь там зарубежной картой, потом вывели к себе на российский банковский счет. Ну, грубо говоря, комиссия за перевод себе всего полтора процента, там, от суммы, но не менее 30 рублей. То есть, понимаете, какую бы сумму, как бы, можно было бы сэкономить только на одних переводах. А этого не против. Ну-ка, я не могу понять, нахрена вы против? У вас такая система. Сделайте ее, реализуйте ее на максимум, и все. Получайте огромный комиссион, и вам на всю жизнь хватит. Успеете заработать больше, чем успеют против вас какие-нибудь санкции применить. Ну, да, конечно, по толстым мерам потеряют кормушку. Я не стал туда 30, но... С другой стороны, почему бы и нет? Поистинка на живице готова. Ну, хотя это, может, я так смотрю, с такой позиции. Может, это неправильная позиция, и она, скорее всего, так она и значит. Так, Ларич, Ларинский, давай-ка заниматься с тобой. Так, а почему так? Минутку. Я догадываюсь, из-за чего такая просадка. Сейчас кое-что сделаю. Мы уже видели такой баг. Мы уже его видели. Так. Нет. Что-то, 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 что-то другого. Дайте-ка, глянь, может быть, Донешн что-то сожрал в это? Ну, не Донешн, а этот. Экшн. Нет, соточка. Тоже. Давайте я тогда выдам экшну немножко поменьше. Я думаю, не будет просадку брать. А, у меня не все вы прошли снялась еще. Вы слышали, как у меня работает? Убин, вас поздравляем. Редкое явление. Обычно, когда кто-то слышит, они немного удивляются, либо шокируются такому. Но все нормально, не переживайте. Все в рамках дозволенного. Так, попробуем еще раз. О, все. О, ППС даже в норме. Все прекрасно. Так, а что нам делать? В этом плане, что я забыл. Потому что мы с вами проходили через задницу виндижью. Вот здесь. Лютый ад. Я эту краплицу полностью изучил. Где надо, где тут, пожалуйста, ничего? Я не полезу, а брат, в задницу виндига. А, вот здесь подземка. А, мне сейчас сюда. Можешь тогда к местам сходить для начала. О, тут что-то есть. Разграбленные склепы. Два из четырех. Видимо, склепы пойдите. Так, ну, один я разграбил. Второй я вот тоже разграбил. Они разграблены. Где-то еще, что ли, есть? Наверное. Нам дроба ждали. Чего я туплю-то? Нам дроба ждали. Да, побежал я по сюжету. Богини, существа. Да как их ни назови. Какая разница, если они за тобой гонятся? Богини. Кто оставил изображение цаплей из отмения? Это уже что-то. Кто? Скульптор. Для начала. У нас с вами ровно три очка. Вообще прекрасно. Теперь опять выбор. Чего я не люблю его делать, конечно. Нет, выбрать я люблю. Я не люблю мучиться с ним. Повышает шанс вернуть стрелы при обыске врагов и животных, убитых из лука. Полезная вещь. Не стану тридцать. Хлопок боа. Добавляет возможность стрелять сигнальными патронами из любых пистолетов. Они поджигают небронированных врагов. При этом временно ослепляют соседних противников. Это было бы здорово. Но я был бы рад больше для дроваша такой версии. Добываем их из любых источников. Вот это, наверное, надо. Посудите. Я в последнее время в этой игре очень часто задеваюсь торговлей. Продал. Получил. Готово. Прокачиваю. Вот это давайте пусть будет. Вот это пусть будет. Так. По предметам есть что на прокачку? Есть, конечно. Начало с дробашей давайте-ка. А потом будем сравнивать. Шепчущий. Скорострельность и скорость перезарядки только хорош. Так. А вот этот? Вот бишев может быть нормальным. Нет. Не сильно он, конечно, будет уступать. Но в принципе, это дробаш. Он не должен особо-то уступать. По большей степени разным вопросам. Так что да. Мы сейчас, по сути, будем добывать много чего полезного. И я смогу параллельно все это прокачивать. Почему? Я это прокачиваю, чисто и спаду. Но мы сейчас ради фанчика отправимся в другое место. Так. Где это у нас? Так. Не то. Вот. Нам сейчас с вами не сюда. Нам сначала с вами вот... Ну, хотя, в принципе, я и тут, и тут пройти могу. И там, и там. Потому что вот здесь находится то, что мне надо. Здесь находится... Нет, не сюда. Вот это возьму. Потому что вот здесь нет, во-первых, грязи. И я могу там быстро пробежаться. Оно быстрее прогрузится. При этом все нормально будет. Мы, во-первых, с вами разломаем местные преграды любви между Ларой и моей страстью к информации. И то же самое между Ларой и моей страстью к гробницам. Итак. Кувакьяку. Да. Мы вернулись сюда. Во-первых, сменили эти гребадые тряпки. А во-вторых, я решил убирать вот эту долгую загрузку. То есть, получается, будет такой резкий скачок, переходный. Ну, ты реально выбешивает. Честно говоря, даже меня. Так, вот. Давай уже. Прекрасно знаем, как это работает. Вот. Так. А он ее будет, кстати, надевать в это или что? Да. Нет, мне это не надо. Мне вот классический ее наряд, пожалуйста. Ну, получается, ее будут переодевать во все это дело. Мне так надо. Я лучше в классике похожу. Мне нравится ее классическая одежда. Я ненавижу последний перезапуск Лары Крофт. Но мне нравится ее одежда. Ну, как-то круто. Это все-таки ближе к аутентичности. Так. Нам сначала с вами сюда. Как только пробьем ворота, заодно и обелиск сделаем. Давай, залезай. Давай, забирай. Бумаги у нас не так много. Нет места. Ничего не могу взять. Как-то нет места. Только сейчас брала тонну. Так. Куда она теперь? А, она сюда. Так. Надо, кстати, запастись барабашенными патронами. Вот и все. О, жилка. Давай, 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 давай. Добываем. О. Горящий свет. Дневник неизвестил путешественника. По следам напа дошел до Амазонки. Несколько недель одни лишь джунгли вокруг. У Филлипса началась лихорадка, и последние несколько дней пришлось тащить этого ублюдка через эти треклятые джунгли на себе. Он каждую ночь не давал мне спать. Вопил, что по нему ползают змеи. И когда мы уже собирались помереть от истощения, мы оказались в небольшом городке у подножия древнего храма. Местные накормили нас и лечили Филлипса, пока у него не спал жар. Я навел справки и узнал, что рядом есть еще один храм, такой же, как первый. Как только Филлипс наберется сил, мы осмотрим эти храмы. Значит, мы все-таки не зря проделали этот путь. Филлипс прямо радовался. Кстати... Я покоюсь там, где раньше летели стрелы, охраняя дверь, которая больше не откроется. Компания завершена. Поиск тайного попадания. А тут есть какой-нибудь подъем? Ну, мало ли какой-то тайный подъемчик? Нет. Покоюсь там, где раньше были стрелы. Покоюсь там, где раньше стрелы были. Где раньше стрелы были. Что-то должно значить. По-хорошему, вот тут мы находили один тайник, но он не был связан с другим квестом. Покоюсь там, где раньше стрелы были. Так, жир возьми, нам понадобится. Но это уже границ, не здесь. Покоюсь там, где раньше... Это что-то должно быть зарытое. В большинстве у этих маяков... Ну... Этих обелисков... Так называть? Покоюсь там, где раньше были стрелы. У закрытой двери. Иди к Ларочке. Я ее не видел никогда раньше. Спасибо. Можем еще прокачаться дополнительно. На. Ладно, и давайте тогда сейчас закупимся потрошку. Лагоместные магазины очень щедрые на... Хорошие материалы. Собираем все, все равно на продажу пойдем. Хорошая древко. И отправимся после этого с вами... Нереально. Больше я не унесу. А, то есть все уже? Закусал? А, ну и да, я же увеличил пробиток. Ну, кстати, теперь мы можем еще кое-что увеличить. Себе, слабо говоря. И прокачать это мы тоже теперь можем. Так, где-то здесь... И ничего, какую грязь здесь не надо. Дайте я пробью из-за пэга. Как у нас там сбок. Бон аминь, привет. Как дела? Что-нибудь приглянулось? Смотря, что продаешь. Для пистолета полно. Ну, тут, в принципе, нормально. А дырлобаша нет, что ли? Что, запчасти можешь купить тогда? Ну, мне, в принципе, так хватит на них. На прокачку они идут. Ладно, пока не буду трогать. Из продажи. Отличный выбор. Мало ли, что потом понадобится на покупать с вами. Я только десяточку оставлю. Там и там. Держи. Здесь нормально. Так. Десяточку оставлю. Отличный выбор. Сам он полный везде. Держи. Вот это вот сейчас будет скоро перебор. Выгодная сделка. Не, не говори. Я уже десять тысяч... Тринадцать тысяч... Четырнадцать тысяч золотых. Можно, пожалуйста, перевести это в доллары и мне на счет? Да, я знаю, на этом делаю акцент. Ну, что поделаешь, ребят? Отличный выбор. Какова судьба сейчас? Держи. Отличный выбор. Нет. Нет. Выгодная сделка. Отличный выбор. Шкуры все продаю, мне они не сдались. Держи. Выгодная сделка. Держи. Да, вроде нормально. Моя лавка всегда открыта. Спасибо. Gracias. Привет. О, ты тут недавно? Да. Поговори с Эбби Гейл. Она любит знакомиться со всеми приезжими. Ты про Эбби? Мы знакомы, она мне помогла. Да, мы с тобой уже говорили. Я забыл, что я с ней говорил. Я с ней говорил, что я с ней говорил. Я слышал смех обезьянки вот здесь, в игре. Сразу знать, кого вспомнил. Юпан. Хороший выбор. Так. У нас с вами еще один навык появился. Получается, их всего два у нас. Можно сейчас немножко покреативить. Тут и тут по три надо. Тут тоже. Рывок пумы. Ускорение полного натяжения тетивы и сокращение времени между усиленными выстрелами. Вещь, конечно, интересная, но давайте посмотрим, что еще есть. Игла Анониса. Кребует меньше ресурсов для восстановления костюмов фрагментов. Не занимайся этой фигмой. Чешуя змей. Используйте снадобие концентрации, чтобы ускорить реакцию лары и забедать время. Вот это давайте. Чешуя змей. Удерживайте Х, а потом нажмите... Удерживайте ЛБ, потом нажмите Х, чтобы использовать снадобие концентрации. А, одновременно. Ясно. Рассень, дающий эффект концентрации, улучшает реакцию лары и замедляет время. То есть я теперь могу прибивать каждую собачью заразу, чтобы попытаться меня сожрать. Мне это нравится. Забавно. Забавно. Эбби, походу, решил завалить. Чтобы никто золото не завалил. Это все, что ли? Это вся гробница? Капюшон. Кондор руку. Серьезно? Это все? Так, вы надо мной смеетесь. Это какая-то ловушка. Да, кстати, вот это, что мы сняли. Я ожидал здесь длинное тайное какое-нибудь убежище, которое только детишки лазают, чтобы переспать друг с другом, чтобы родители их не видели. А тут, глядишь, какая-то гробничка, которая никому не изведана и которую никто ни хрена не знает. И это она такая компактненькая, что даже жуть стыдно стало аж. Ну, ладно. Ну, подумаешь. Ну, давайте возвращаться тогда в золотой год. Я, честно говоря, ожидал здесь что-то более весомое. Я реально ожидал здесь что-то более весомое. Бойтесь своих ожиданий. Они оправдаться не могут. Так, тебя я уже смотрел. Так, что-то у нас по предметам появилось. Да, там нужен жир. Но будем потихонечку добывать это тоже. Оно потихонечку... Оно спокойно добывается. Поэтому здесь проблем не будет. Так. Давайте сюда. А там уже посмотрим, куда дальше. Пойдем сейчас пока по сюжету. Двинемся. А там уже, гляди, что будет. Я ожидал, что здесь будет длинный, огромный, глубокий храм. Как это было. Хотя вот с той же самой полосой у Эбигейл по соседству. Вот почему храм, храм, заметьте, который уходит в сторону кубокияку. И ведь, ну, по карте небольшой, значит, размерчик между входом и озером. Имеет колоссальные масштабы. Но стоит взять храм, который уходит вглубь леса. Там маленькая комнатка. Итак, мы вернулись. Получается, это стоит сидеть только прямо. Здрасте. Мы с вами общались? Решила сбежать от городской суеты. Клянусь, с каждым днем шума и народу становится все больше. Пыло. Город меняется. И люди тоже. Есть такое. И хорошо, что меняется. Это развитие. Извините, я вас не заметил. Вы слишком черный. Я не расист, но она реально вообще не видит, что вы сейчас. Для меня. Где вот последнее серебряное кольцо, я не могу понять. А оно должно быть рядом. Тут есть задание. Зацепить серебряные кольца. Вот я тоже ищу и жду его выполнения. Ну вот нигде не могу найти, где оно висит последнее. Золото лишним не бывает. Так, как дела у моих любимых торгашей? Я это заберу, потом вам продам. Через несколько лет. Да, нужны. Подожди-ка. Добрый день. Чем я могу помочь? Скорее, что ты можешь мне продать. Вещь-мешок. Большая защищенная сумка позволяет нести с собой значительно больше сумок. Наконец-то. Боги нам благоволят. Ой, не говорите. А это то, что я им продавал, да? Да, количество нефрит и все остальное уже выросло на 10 единиц. Ну, немного, честно говоря. Приходи еще. Все выросло только на 10 единиц. Так, а что у нашего микар-мурса нужно кормить? Я не знаю, я не знаю. Как дела? Взгляни, что у меня есть. Отлично, я одобряю твой выбор. Тебе спасибо. У тебя хороший выбор. Технически я могу и потом ему сам продавать. Кстати, а ведь да. Я всегда к твоим услугам. Да не за что. Поддержали местный бизнес. Тебе они еще сказали где-то себе куда-то кольцо искать. Последнее. Я вот реально нигде его не вижу. А, оно и где-то есть. Причем я вроде бы все прокачал. Чтобы можно было видеть все взаимосвязанные с квестами предметы. Ну, походу, это не так работает. Вот оборот экономики. Воровка Лара Крофт. Такая рифма вышла. Воровка Лара Крофт. Реально созвучно. Обворовывают местное население. Под эгидой это военно-науке войска Древних Хай. Узи и Маиси. В результате... В результате... Нескро незаконно присваивает чужое имущество. Лара, если ты меня слышишь... Я тут. Мы ушли от Унерату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак. Цапли из отмени. Иду к вам. Пещере. О нахождении которой я знал еще до ее озвучивания. Если кто не понял... Помните, когда мы с вами находили... Искали артефакт и документ, Которые находились под землей. Прямо под нашими ногами. Вот это об этом я и говорю. О! Древний путь. Которого раньше не было. Есть кто живой? Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы... Попались. Унерату схватили... И у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Этсли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. А-ля маскировка. Ты правда в это веришь? Вели. Кисенчич. Так, давайте-ка фотку сделаем. Слова. Ух! Честь, достоинство, тупость. Задачу идиота. Ищет вершители эпохи. Почему нет? Послушай себе. Это легенда. Унурату в это... Угу. Вот тут задание есть. Хорошо. Но сначала собираемся. Этого довольно. Это легенда, корянка. Это правда. Я знаю. Это просто сказка на ночь из детства. Ну и хорошо. Ты ошибаешься. Кому не можешь сплазить нас. Чтобы... Шестилучевая булава, отлитая из меди. В булаву вделано лезвие топора. Грозное оружие. Булава с топором. Да. Секта Кукулькана зашла слишком далеко. Пришло время нанести удар. Они теснят и теснят нас, а в ответ мы без конца уступаем. Если Унурату не хочет ничего предпринимать, тогда мы должны выступить без нее. Логично. Потом забрать власть, Унурату ничего не давать. В общем, как старые добрые рваются. Неадекватные, а старые добрые. Привет. Снова схватили мятежников? Ишик, может ты поможешь? Я отправил пятерых, чтобы они выкрали оружие для мятежников у секты Кукулькана, но план провалился. Раньше я бы сам повел их. Но сейчас я не могу сражаться и даже бегать сразу кашляю кровью. Но я хитроумен. Точнее, был таким до сегодня. Моих друзей схватили и подвесили на столбах в Нижней деревне, в назидание остальным. Они будут там висеть, пока не умрут. Я этого не допущу. Да, в одежде Змеиного Стража ты сможешь освободить всех четверых, и тебя они узнают. Четыре? Ты сказал, на задании было пятеро. Было. Их вел Калкуи, но когда всех схватили, его не было. Никто его не видел. Наверное, он мертв. Сделаю, что смогу. Бонус, найдите пятого. А вы у нас чем занимаетесь, леди? Лара. Да? Я Корианка. Он урат очень высокого мнения о тебе. Это я провела всех в древние казармы, когда похитили Этсли. Ты тогда очень помогла. У нас с тобой общее дело. В личное пространство лезет. Твои татуировки, ты... Да, я из Куачики. Но это словно из прошлой жизни. До Амару. Тогда мы боролись за что-то совсем иное. Но в угоды своим жрецам он распустил мой орден. И осталась только я. Но я дала клятву. Никогда не отступать. Так что теперь я ношу цвета повстанцев. Мой долг служить царице Унурату. Я наслышана о воинах Куачики. В историческом плане. Это большая честь. Благодарю. Ты говорила об императоре Синчи-Чики. Да. Это первый император Пайтити. Предок Унурату. Он создал это всё. Всё, что мы видим, трогаем, чувствуем. Всё, за что мы боремся. Я первый раз слышу про этот щит. Щит Вершителя Эпохи. Он нужен восстания, чтобы доказать, что именно Унурату должна привести Пайтити к новой эпохе. На щите выгравирован обряд посвящения. Он подтвердит, что царица Унурату – следующий вершитель эпохи. И наша судьба в её руках, а не в руках ложного бога Амару. И где этот щит? Спрятан. Глубоко в горе, по ту сторону пути Хуракана. Путь Хуракана. Это испытание для тех, кто хочет отыскать щит. Его пытались достать? Этим я и занималась, когда Эцли схватили. К сожалению, мне пришлось изменить планы. После его спасения сектанты узнали о наших замыслах, и... Сейчас я готовлю наших воинов, и с щитом придётся подождать. Только боюсь, если ждать слишком долго, Амару добудет его и опровергнет притязание Унурату. Если Амару получит щит, он сможет обманом сплотить вокруг себя Пайтити и объявить себя новым вершителем эпохи. Он преобразит мир, как захочет. Да. Этому не бывать. Я надеялась это услышать. Рядом с Учью стоит мой друг. Его зовут Иона. Если что найду, свяжусь с ним. Я буду рядом с ним. Спасибо, Лора. У Эбби очередная ревность начнётся. Ну так или иначе, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм. Ссылочки все в описании. Всем спасибо, ребят. Всем до скорой встречи. Всем пока, удачи. Увидимся уже в следующем пизоде, который я буду сейчас прямо записывать. Удачи. Удачи.